добрый день дорогие мои профессионалы и просто любители красоты преображение при помощи макияжа и прически это возможно до 62 года конечно же да и в этом видео уроке вы узнаете от меня подробно всю технику выполнения лифтинг макияжа для людмилы 62 года деликатный макияж выполнен с поэтапной фиксации который обеспечивает хорошую стойкость макияжу а также естественный свежий красивый натуральный вид а с вами как всегда художник гример денякина светлана и я делюсь всеми секретами создание образа как прически так и макияжа и в данном случае прическу буду моделировать в трех разных вариантах поэтому абсолютно бесплатно вы получите знания которые помогут вам выполнить подобные образы и в данном случае я начинаю работу не с прически не с укладки а непосредственно с макияжа лифтинг макияж и так поэтапно поехали с толком с чувством с расстановкой для того чтобы придать коже свежий вид разгладить мимические морщины я люблю использовать в макияже гидролаты гидролат бывают различные из выжимки различных растений то есть это стопроцентный вариант чистой дистиллированной воды а вода что делает все-таки увлажняют кожу для этого я в первую очередь наношу гидролат у меня в данном случае гидролат кожи и вот на влажную кожу прям покрытую капельками я уже начинаю наносить крем в таком случае крем лучше впитывается и естественно происходит больше и лучше эффекта разглаживания вот тех самых мимических морщин которые усиливаются при макияже вы знаете когда вы делаете макияж и макияж сделан грубо то соответственно спустя время все это начинает подчеркиваться мимическими морщинами поэтому чтобы избежать нужно максимально увлажнить кожу я буду это делать поэтапно и несколько раз во время макияжа поэтому не пропускайте все смотрите от и до чтобы вы понимали всю историю создания лифтинг макияжа затем я перехожу уже непосредственно к макияжу глаз я люблю все таки сделать сперва макияж глаз а потом уже тонирование выравнивание коррекцию форму лица придавать брови все это будет потом сперва макияж глаз а макияж глаз начинаю с того что наношу консилер 17 мой любимый матовый для того чтобы создать основу под тени можно использовать конечно же праймер базу под тени непосредственно который под это рассчитано но я привыкла это делать прекрасным силером вы должны понимать что это все-таки века и века это движущая часть поэтому спустя время у вас консилер не должен ни в коем случае скатываться в складки поэтому всегда должно быть проверенное средство которым вы стопроцентно доверяете ведь от этого как раз будет зависеть непосредственная стойкость макияжа глаз и так 17 нанесла тонким слоем он матовый и он имеет такое свойство впитывается и подсыхает то есть у него кремовая основа все-таки такая суховатая который если вы например не растушуете и чуть-чуть замедлить и ход то соответственно он впитается его потом сложно будет растушевать то есть он впитывается и застывает и давайте сразу дорогие мои договоримся что в данном случае я вам показываю макияж не повседневной не тот самый макияж что я сама себе каждое утро делаю нет выслушайте меня в данном случае я показываю и обучаю профессиональных мастеров как работать с клиентами то есть у вас есть мама невесты то есть невесту вы сделали и мама подсаживается вам и говорит а сделай меня тоже естественно красивый это норма работы для стилиста визажиста поэтому в данном случае я показываю как раз тот самый вариант когда на свадьбу на юбилей на любой праздничный случай вы делаете возрастную клиентку и что нужно сделать чтобы она была еще свежей красивее им естественно минус 10 лет как минимум а я тем самым нанесла консилер тонко растушевала очень важно его растушевать очень тонко и прозрачно затем зафиксировала матовыми прозрачными тенями а сейчас уже начинаю работать тени с перламутром с шиммером то есть блестки все равно нужны и что я макияж гораздо свежее гораздо интереснее выглядит когда он все-таки не матовый а наоборот сиянием потому что сияние она привлекает она более освежает и задает блеск в глазах и так как это деликатный макияж что соответственно вы видите по тональности тени я беру пастельные спокойные не яркие уголок глаза я подчеркиваю но подчеркиваю его мягким песочным теплым оттенком из коричневых и соответственно прорисовку уголка я делаю в мягкой растушеванной форме нету четкого конкретного такого контура что я подчеркнула затемнила уголок вы видите что это происходит буквально в полутонах на самую выпуклую часть движущего века на центр глаза на яблочком по-другому я добавляю уже рассыпчатые тени пигмент который добавляет такой вот красивое легкое сияние любой сухой пигмент нужно естественно закрепить просто так он закрепится потому что это сухой пигмент и он осыпается и если сейчас кстати впереди праздники то как использовать как растение рассыпчатые глиттеры различные сиянием тени их естественно нужно крепить на дополнительную базу в данном случае у меня часто про нее говорю очень база от никс для глиттеров она прозрачная липкая и очень хорошо удерживает все сыпучие пигменты на палец нанесла и очень тонкой прозрачно наношу непосредственно в то место где я буду добавлять рассыпчатый пигмент рассыпчатый пигмент я наношу плоской кистью и это делаю очень деликатно и вы видите по тональности это буквально также полупрозрачный цвет весь макияж будет в сочетании розовых оттенков почему в розовый персиковый такие вот теплые тона они всегда работают на свежесть на свежесть в лице и если вы хотите как раз свежий лайтовый макияж то соответственно вы выбираете эти оттенки по поводу кистей смотрите в данном случае это натуральная кисть но вам не нужно бояться если вы берете для макияжа глаз кисти из синтетики то есть синтетика сейчас на таком уровне что прекрасно набирает тени растушевывает все мягко не колется и отлично работает очень распространенный вопрос от вас кстати да если у вас есть вопросы обязательно пишите внизу в комментарии в процессе макияжа вот сейчас возникает вы сразу можете писать чтобы не забыть и обязательно все комментарии я читаю только я отвечаю не лично пишу вам в комментарии а все-таки все вопросы проговариваю следующих своих видео поэтому конечно же смотрите не пропускайте и возможно на ваш личный вопрос я отвечу в следующем видео и так где же лучше приобрести кисти для макияжа первый набор возможно не первые дополнительные какие-то я все-таки приспособилась покупать все абсолютно кисти как правило но 99 процентов все-таки это на алиэкспресс по штучной единичные какие-то кисти которые я вот прям знаю четко вот это вот вот это классное для теней вот это классное для каких-то тонких моментов я беру конечно лично уже у проверенных брендов а если это касается наборов то это только алиэкспресс потому что вы можете купить набор за 3000 и там прекрасно выбрать свои пять кистей рабочих это точно то есть не ждите от набора стопроцентного выхода классных кистей но в любом случае они реально там классные до хорошие наборы и ничего зазорного я считаю нету где хорошо где удобно где качественный почему это не алиэкспресс я не понимаю то есть многие недоверительно относятся китай но извините дорогие мои весь китай полностью снабжает весь мир товаром и как можно говорить что ой но это же надо китай ну каждый товар который вы берете в руку практически весь из китая поэтому я думаю алиэкспресс это уже давно стал нормой а на видео вы видели что я выполнила тонко тоненько тоненько прозрачненько линию подводки она не утолщается в уголочек утолщать я уголочек и подчеркивать и поднимать глаз будут только вот сейчас кистью наискосок рассыпчатыми тенями то есть когда вы сделали линию подводки то возможно она у вас оказалась волной не удивляйтесь естественно мимические морщины кожи складочку соответственно этой норма когда вы прорисовываете уже линии подводки она такой вот волной идет это некрасиво естественно это еще больше подчеркивает возраст соответственно вам линию подводки обязательно нужно поверх растушевать буквально на миллиметр тенями тогда она приобретает более мягкий вид более мягкий естественно вот вы видите уже линия проработана и соответственно она смягчается для того чтобы проработать внутренний угол глаза всегда просите посмотреть в бок и вверх соответственно девушка женщина не смотрит прямиком на кисть которая тыкает в глаз лезет и переживает за этого глаз может слезиться то есть и скорость макияжа естественно вас падает потому что слезится глаз вы потираете слезы и начинаете все заново поэтому всегда работайте деликатно также потому что клиенту все-таки я считаю что должно доставлять удовольствие когда вы делаете прическу макияж и это не должно быть такой знаете пытка пытка когда вы тыкаете кистью глаза и клиент еле выдержал или сказал ну слава богу красиво красиво и побежала но а процесс процесс он должен настолько радовать как мастера так и клиента и результат самый главный естественно результат и так смотрите я еще больше поднимаю внешний уголок глаза за счет чего за счет того что добавляю затемнение но затемнение у меня уже глубокий коричневый опять же это затемнение я сильно не растушевываю за внешний угол глаза я также сильно не увожу вы видите что я сильно макияж глаз не расширяю глаза сильно не увеличиваю потому что задача все-таки деликатный макияж это делаю буквально на одном месте вы видите затемнение есть подчеркивание глаза сейчас будет то есть форму все равно мы подчеркиваем естественно закономерный вопрос будет от вас светом а как же ты будешь скрывать нависающие века морщинки нависающие очень просто самый легкий самый такой простой способ скрыть нависание века это все-таки добавить дополнительные ресницы укушайте дополнительные ресницы в 60 лет вы скажете какие можно использовать для бабушек наших ресницы я скажу что нет возраста который ограничивает приклеивание дополнительных ресниц приклеиваю я как правило пучки ресниц пучки абсолютно разные по форме по толщине и для того чтобы соединить свои ресницы с дополнительными пучками предварительно я естественно прокрашиваю тушью тушью прокрашивать свои ресницы нужно тонко прозрачно слегка обозначив их форму если у вас ресницы вниз строго направлены то соответственно дополнительно сперва подкрутить их что касается пучков ресниц всегда я их покупает также на алиэкспресс потому что их там ну очень огромное количество различных форм различных видов ресниц и соответственно цена то есть это тот расходный материал который должен у вас всегда в наличии быть и вы его не должны жалеть а всегда покупать большом количестве и предлагать естественно клиентка в макияж потому что макияж настолько видоизменяется с ресницами настолько он улучшает форму глаз саму корректирует то соответственно вам только это плюсом будет и чтобы вы понимали когда вы заказываете ресницы допустим на алиэкспресс то там есть параметр когда вы выбираете первый параметр естественно это длина ресниц в данном случае я использую внешний уголок 12 миллиметров основную часть глаза я все-таки приклеиваю 11 миллиметр и внутренний уголок я приклеиваю уже длину 10 миллиметров второй параметр очень часто все указывают это все-таки изгиб ресниц изгиб бывает для пучков чаще всего это c и d то есть d изгиб это более сильный изгиб получается если вы выбираете цешечку то соответственно это более мягкий красивый плавно сливается со своими мне больше нравится как правило я покупаю c больше ресницы и еще один параметр это все-таки толщина каждой ресницы очень часто они варьируются от 001 миллиметр до 007 там пучки идут разной толщины соответственно вы также выбираете и толщину а также есть пучки которые с от 10 д эффектом 20 д эффектом 30 д эффектом даже есть то есть настолько они толстые настолько не отчетливо прям вот ну очерчены черные толстые подкрученные классные если нужен на вечерний макияж понятное дело что в данном случае я использую вы видите прозрачные тонкие которые абсолютно уходят в свои ресницы то есть нету эффекта кроме длины и густоты получается но такой жесткости в ресничной линии вы сейчас не будете видеть пучки ресниц я приклеиваю на клей андре он на латексной основе очень хорошо удерживает влагу но в любом случае его также удобно удалять и нету никакой аллергии это самое главное согласитесь при работе непосредственно со слизистой глазом а для того чтобы еще больше соединить свои реснички с дополнительными пучками я еще раз поверх прокрасила тушью только это деликатно опять же не усиленно не надо создавать сильный такой веер из ресниц абсолютно мягко естественно но в любом случае это дополнительные ресницы и вы видите как распахнулись глаза все что осыпалось под глазками я убираю мицеллярной водой вот как раз поэтому я люблю все-таки выполнять сперва по этапам макияж глаз а затем уже тонирование и все остальное потому что в любой момент если у вас осыпаются тени вам нужно делать тогда различные подложки чтобы избежать вот этих синяков под глазами за счет осыпавшихся теней а так вы убрали мицеллярной водой и затем начинаете уже тонировать лицо все это подчищать и соответственно у вас получается естественно красивый свежий макияж по поводу проработки нижнего века внешний уголок затемняю затемняю так интенсивно а затем уже растушевываю в мягкую линию до внутреннего уголка глаза и по поводу нижней линии подчеркивать ее или нет все таки вы знаете двойственное впечатление потому что не всегда не все клиенты воспринимают подчеркивание нижней линии очень часто мои возрастные клиентки говорят цвета ты знаешь все таки мне это не нравится потому что мне кажется что наоборот глаз опускается прижимается и когда я начинаю плакать то соответственно мне не нравится что вот это вот линии еще больше сгущается так скажем но плакать я имею ввиду от счастья радости конечно же от трогательных моментов соответственно не всем нравится подчеркивание нижней линии и как правило нужно или нет нет такого правила понимаете есть дело человеческого фактора нравится не нравится тут заставить никого нельзя тут сделать нужно так чтобы девушки женщине было комфортно с этим макияжем и она смотрела на себя в зеркало и не докапывалась еще больше к своей красоте а все-таки наслаждалась хорошим грамотным профессиональным макияжем поэтому если вам клиентка говорит мне не нравится подчеркивать нижнее веко не подчеркивайте это тоже норма макияжа а я тем самым нанесла консилер под глаза растушевала это первая та зона с которой я в первую очередь начинаю тонирование лица консилер под глаза очень часто я даже не продолжаю тонирование дальше а закрепляю консилер под глазками матовыми тенями а потом продолжая работу и сейчас вы видели что я еще раз побрызгала лицо то есть орошила буквальном смысле также гидролатом розы если честно мне очень понравилась тема работа с гидролатом то есть настолько классно получается эффект увлажнение кожи вот сейчас я перед тем как тонировать нанесла тонирующие средства по зонам и затем нанесла спреем гидролат розы соответственно у вас получается влажный эффект на коже очень удобно растушевывается тональник тональник ложится получается мягко и прозрачно вот этот эффект прозрачности очень люблю добиваться в макияже когда вам нужно естественный макияж и вы знаете когда вы работаете спонжем то для тонирования конечно лучше всего тогда спонж на мочить и влажным спонжем проработать уже полностью тонирование тогда получается мягкое тонирование мягкое нанесение тона и и вы можете его легко растушевывать. Вот этот же эффект я всегда хотела добиться непосредственно с помощью кисти, потому что я люблю тонировать кистями. И еще открою маленький секретик, лайфхак, так скажем, мой маленький. Гидролат розы. Что я еще добавила? Очень просто. Вы знаете, для того, чтобы кожа сияла, очень часто в фиксаторах используют сухие пигменты. Вы знаете, что как раз там в инструкции написано, взболтаете пузырек, и когда вы взболтываете, то, соответственно, со дна поднимается вот этот вот порошковый пигмент с сиянием. Он различный бывает с желтизной, с бронзатором, с розовинкой. То, соответственно, вот этот порошковый эффект вы можете также добавить в гидролат любой, который выбрали. Где этот порошок взять? Очень просто. Это любые рассыпчатые тени. Они с сиянием. Выбирайте любой пигмент. В данном случае я взяла пигмент розовый и с бронзой. Соответственно, у меня лицо мягко. Мягко блестит, но его не видно на камеру. Но за счет чего очень часто, кстати, да, давайте разберемся, почему вы мне пишете, вы знаете, подмена, или лицо стало настолько ровным, и это странно. Фотошоп. Объясню. Когда вы выполняете тонирование, то в тонирующем креме содержатся уже светоотражающие частицы. У меня стоит профессиональный свет. И когда ваша клиентка выходит также в дневное освещение, этот свет отражает, понимаете? И автоматически идет отражение от кожи, и, естественно, кожа выравнивается. Зрительно это кажется, что, естественно, ровная кожа. Вот вы сейчас видите уже свежий вид за счет того, что я тонировку сделала, за счет того, что я покрываю гидролатом в несколько этапов, а в нем содержатся сияющие частички, которые также отражают свет и выравнивают, и делают бархатистой кожу. Поэтому, если вы хотите получить свое собственное средство, которое будет реально работать, берите любой гидролат, который вам нравится по душе. Их огромное количество. Мало того, что оно приносит пользу для кожи, а вдобавок, если вы добавите чуть-чуть туда порошкового сияния, то, соответственно, у вас еще и будет вау-эффект отражения. И самое главное, вы это отражение можете дозировать под свой уровень макияжа. То есть, если это вечерний, вы можете больше насыпать порошка и подготовить это средство для такого вау-сияния. Если вы делаете деликатный макияж, как в данном случае у меня, то блестки настолько тонкие, прозрачные, но они все равно видны. То есть, при близком, очень детальном рассмотрении. Вы на камеру их, естественно, сильно не увидите. Вы только видите, что постепенно Людмила становится моложе, свежее. И это все, естественно, работа с большим количеством средств различных, то есть, по составу и по наполнению. Мы же с вами художники, которые рисуем. Рисуем заново лицом. И также, когда я нанесла тонирующее средство, то, соответственно, тут же я нанесла румяна. Только румяна, вы видели, я нанесла из губной помады. То есть, ту самую губную помаду, матовую, которую я буду использовать, я предварительно нанесла на щечки. Что это эффект дает? До припудривания. Очень важно, когда вы не припудрили, не зафиксировали лицо, а наносите эту же самую матовую помаду на щечки. Вы объединяете цветовой пигмент с губами, и, соответственно, автоматически получается, когда я припудрила сверху вот сейчас, то сияние румян все равно будет проглядывать спустя время. То есть, это уже задает свежесть в лице. Вот такое вот использование кремовых текстур румяна. Можно, естественно, взять в палитре кремовых, а если у вас нет, то прекрасно можно использовать также губную помаду. Губная помада – это та же самая текстура румян. Затем я припудриваю. Очень важно, припудривать я люблю как кистями, так и пуховкой. Вот этот момент всегда проговариваю, потому что пуховка дает, знаете, уплотнение кожи, выравнивание. Еще больше задает те самые излишки, которые вы сделали на коже, она впитывает в себя и, соответственно, уменьшает толстый слой на коже, облегчает вот это состояние от макияжа. Затем румяна обязательно наносим. И в возрастных макияжах все-таки я вам не советую коррекцию делать жесткую. То есть вот скулы подчеркивать, очертания четкие делать, потому что все-таки возрастной макияж должен больше работать на свежесть, на легкость. И, соответственно, это все-таки румяна. Румяна дублирует те самые зоны, которые добавляла кремовой текстуры, дублирую сухими уже пигментами. Хайлайтер добавляю очень деликатно, потому что не всегда он подчеркивает, а как раз иногда подчеркивает как раз изъяны, поэтому очень деликатно поверх румян носик краешек и верхняя часть губы. Затем еще раз поверх вот этого всего тонирования я прохожусь опять же той же самой дистиллированной водой гидролат розы с добавлением сияющих пигментов. Прокрашиваю нижнюю линию ресниц и давайте разберем очень важный момент при работе с клиентами, как же лучше выполнять макияж в сидячем состоянии или в лежачем. Чаще всего все-таки, если я выполняю клиентом макияж, то это обычный стул, высокий, и, соответственно, вы делаете в сидячем состоянии. Если это съемки у меня, в данном случае на камеру, то у меня кресло, которое создает полусидячее состояние, полулежачее. Для чего это делается? Для того, чтобы, во-первых, удобно было в процессе съемки. У меня Людмила просто лежала, но лицо не заваливалось, как в полностью лежачем состоянии, поэтому это все-таки кресло, слегка опущенная спинка. Это сделано для камеры, чтобы удобно было выполнять съемку, а не для того, чтобы удобно было выполнять макияж. Мне не всегда удобно выполнять макияж в таком ракурсе, потому что все-таки стоит камера перед лицом, и я не всегда могу посмотреть, что я все-таки делаю. Понимаете, это просто происходит практически на автомате. Я под наклоном крашу Людмилу, и не всегда удобно так работать. Но это сделано для вас непосредственно для съемки. Когда я не работаю на камеру, то, соответственно, я стою лицом к лицу Людмиле и крашу быстро за полчаса эту же работу выполняю. На камеру это выполняется немножко дольше. А я тем самым перешла к бровям, то есть брови наши все-все-таки, и создают в целом овал лица и контур, и четкость макияжа. Но самое главное с бровями, что сделать, не переборщить, потому что когда вы делаете усиление на брови, это получается сразу жесткий агрессивный макияж, который с акцентом на брови делает вот, ну, лицо такое, знаете, маска, которая получается настолько она похожа на идентичные другие маски, что к чему я все веду? К тому, что девочки становятся женщины похожи как клонированные. То есть вот смотришь на фотографию, брюнетка, блондинка, да какая разница? У всех одинаковые абсолютно брови, у всех абсолютно одинаковая форма треугольное лицо, то есть вытянутый подбородок, сколы, все одинаково, и нету разницы между девчонками, между женщинами, абсолютно клоны какие-то идут. И я все-таки за то, чтобы была индивидуальность, за то, чтобы вы подчеркивали индивидуальность и изюминку, ведь мы все разные, вы знаете, в этом плюс, мы не клоны, мы с вами каждая по себе самостоятельная единица, и хочется подчеркнуть вот свою вот эту вот красоту. Поэтому не всегда идеальные брови – это хорошо, поверьте мне, вот на данный этап все-таки в макияже я люблю где-то даже где-то изъяны, и это хорошо, это естественно, это ей свойственно, это классно. Итак, по поводу бровей, я подчеркнула, во-первых, гелем для бровей, форму, а во-вторых, тушью для бровей подчеркнула волоски светлые, прочесала и еще раз нанесла, еще раз прочесала, таким образом прокрасила и создаю мягкую форму, которая свойственна для Людмилы. Тенями для бровей я прорисовываю линию там, где совсем не растут волосы, и, соответственно, создаю мягкий такой пудровый эффект. Задача не переборщить, потому что если чуть больше сделаю брови, то сразу задаст возраст, агрессию, и это не нужно нам делать в нашем макияже уж точно. В данном случае, если вам нужно создать волосковый эффект, все-таки частично подчеркнуть вот эти вот, каждый волосок отдельно, то это все-таки тушь для бровей, тушь для бровей, которая счесывается и, опять же, задается мягкость. То есть вы видите, сколько я прорабатываю щеточкой, я нанесла, прочесала, нанесла, прочесала, и таким образом я балансирую вот эту форму и яркость. И я с вами очень часто общаюсь в своих видеоуроках, мне приятно, что вы мне пишите. Во-первых, такие приятные комментарии, вот от души вам огромное спасибо за поддержку. Так хочется еще больше снимать, еще больше рассказывать. Настолько мне это все нравится, если честно. И я приобретаю новую, естественно, профессию. Мало того, что я работала в кино, и я знаю принцип расстановки света, знаю, как работать на камеру, то, соответственно, весь принцип этот весь мне знаком. Но в любом случае, я от всего получаю огромное удовольствие. Надеюсь, вы также радуетесь и получаете удовольствие от вашей работы. Итак, дорогие мои, задаю вопрос. Все-таки напишите в комментарии, смотрят меня больше профессиональных мастеров, кто хочет приобрести новую профессию, или, так скажем, женщины, которые хотят научиться красить самой себе, то есть сделать, выполнять макияж. Вот напишите, с какой целью вы смотрите мои видеоуроки, чтобы я понимала, какой уклон делать в макияже. В макияже какой уклон, чтобы рассказывать информацию и доносить. И она была для вас, самое главное, полезной, чтобы вы урок посмотрели и для себя нашли пользу и нужную информацию. Итак, подчеркнула я форму губ сперва карандашом. Очень люблю все-таки очерчивать контур обязательно карандашиком. Затем заполняю, как правило, помадой. И блеск по контуру, внешнему контуру губ я, как правило, прохожусь также корректором. То есть еще больше очерчиваю внешние уголки. Высветляю, то есть внешние уголки губ. И в предыдущем моем макияже для Татьяны очень многие написали, а шея-то другая, шея-то другая. Вы посмотрите, боже ж ты мой, дорогие мои. Ну, в прошлом макияже я специально рассчитывала, что будет у меня, у Татьяны платок на шее. Соответственно, шея скрывается. Здесь мы шею будем открывать. Поэтому в данном случае одежда, во-первых, рабочая. У нас белая рубашка, которую мы можем пачкать, тонировать, все что угодно. Она потом переодевается у меня уже в более красивый вариант одежды, Людмила. И на этой стадии я обязательно прохожусь, тонирую шею и также фиксирую ее сияющими частичками, чтобы это был единый, целый, гармоничный вариант. То есть, если у вас декольте, обязательно тонируйте вплоть до декольте, где у вас платье начинается. Ну и, конечно же, какой образ может быть без укладки, без прически. Поэтому выполнила я прическу в данном случае. Это три разных варианта, абсолютно три разных. Поэтому проходите на канал и смотрите эти варианты. Я все детально также рассказала, какие приемы использовала, какую технику. А я смотрю на видео сейчас вместе с вами при монтаже на готовый вариант уже образа для Людмилы. И Людмила настолько она, вы знаете, комфортная в работе, настолько как человек душевный и приятная. Вот слов нету, надеюсь, видео передает ее энергетику замечательную. И смотришь на готовый вариант и хочешь назвать ее часто употребляемым сейчас таким словом богиня. Ну, богиня, как у Федерико Феллини. Но не богиня, а все-таки вот если переходить на такое личное, приятное для нас, для девочек слово, это все-таки по имени и уменьшительная ласкатина. Согласитесь, когда нас называют, ну, мы взрослеем и приобретаем уже статус женщины, бабушки. И часто это уже какая-то Марь Павловна, Татьяна Ивановна, Людмила там, я не знаю, Васильевна. И, соответственно, охочется же внутри нас каждой живет девочка. Девочка, которой все-таки Людочка, Танюшечка, Светочка. И это для нас, для каждой девочки гораздо приятнее. Согласитесь, вот для меня, например, лучше, когда называют уменьшительной ласкатиной, и это чувствуешь себя все-таки той самой девочкой, которая живет в каждой из нас. Поэтому, дорогие мои девочки, Танюшеньки, Светочки, Людочки, Машеньки, Леночки, и много-много вас таких красивых и, надеюсь, счастливых, которые хотят делать красоту для себя или для других. Поэтому выполняйте, учитесь, делайте и получайте от этого огромное-огромное удовольствие. И пишите, конечно же, в комментарии, как хотели бы, чтобы называли вас все-таки, дорогие мои, Марь Павловна или все-таки Машенька. Обязательно напишите свое мнение. А также, если у вас остаются вопросы, задавайте их внизу в комментарии. И если вы любите короткие видеоуроки, то это уже проходим ко мне в Инстаграм, ТикТок. Там я выкладываю свои короткие видео. Если хотите задать вопрос, то это все-таки в Facebook или ВКонтакте, пишите в личку, или на почту для связи. Все ссылки на косметику вы найдете в описании под видео. С вами была, как всегда, художник-гример Денякина Светлана. Ловите от меня обязательно удачи, крепкого здоровья и хорошего настроения. До новых встреч на моем канале. Всех целую и обнимаю. До свидания.